Праздник мудрости и опыта, нескончаемой жизненной энергии и красоты. Международный день пожилых людей отметили в Бавруйске. Они не обращают внимания на свой возраст, весело и насыщенно проводят свободное время. Даже язык не поворачивается назвать их пожилыми. По праву, одним из ярких представителей золотого возраста считается Лев Гольберг. Фельдшер по призванию и оптимист по жизни. В свои 82 мужчина ведет кружки по шахматам и пинг-понгу, а о годах он философски говорит – все только начинается. Секрет долголетия – быть оптимистом, быть всегда в кругу людей, ценить свое рабочее место, полностью отдавать себя своей работе, а теперь и общению с людьми. Их бесценный опыт, желание жить и развиваться, нескончаемая энергия и молодость души. Пожилые бобручане – люди, которые творили историю нашего города. Поэтому со стороны властей им справедливо уделяется огромное внимание. От них, конечно, идет бешеная энергетика. Они показывают себя, что они могут. И мы прекрасно понимаем, что их жизненный опыт и их трудовой путь, который они прошли, они для нас на данный момент времени – это что-то типа путеводителя. Потому что благодаря им мы двигаемся вперед. Непоздравлением едины. Сегодня на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи в честь торжества каждый гость смог проверить свое здоровье, проконсультироваться со специалистами и порелаксировать с психологом. Позаботилась поликниника номер три. Если человек действительно хочет достичь активного долгожительства, значит, нужно потрудиться над своим здоровьем, доверять и уважать слово медика, врача, медицинской сестры, помощника врача. И очень много делать самому для того, чтобы оставаться активным, быть востребованным в обществе и нужным своей семье. К поздравлению присоединились и учреждения культуры Бобруйска. Они организовали выставку для гостей, но самые сильные эмоции представителям золотого возраста подарили юные артисты. Концерт стал кульминацией замечательного праздника. Бобруйск вспомнит возбит народа. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.